Здравствуйте! Сейчас я буду рассматривать и немножко мыть картину следующего автора. Это Калугин Сергей. Вот его картина. Она лаком не вскрыта, поэтому мокрой тряпкой я здесь проходиться не буду, потому что эта картина такая своеобразная. У ней вот эта часть картины высохла хорошо, а вот эта нижняя часть картины, вот эта часть, она высохла плохо. Она с 2011 года до сих пор, видите, липнет. И на нее садится много пыли. У меня коты, поэтому если вы присмотритесь, то вся картина, она ворс от котов прилипся к ней. Ну, не сильно, конечно, там, чтобы сильно. Но вот это вот место, вот часть картины. Видите, тут сухо, тут ничего не прилипает. А здесь вот картина дает отлип. Так что, если вы пользуетесь маслом подсолнечным, которое полувысыхающее, вот пятна надо протереть. Но мыть всю картину я не буду, потому что у ней только красочный слой. Я его могу стереть ненароком. Сейчас я замою только частично. Это мухи тут постарались. Видите, холст чистый. Так, кто какой, где. Не буду мыть из-за вот этого вот, вот этой части картины. Она до сих пор не высохла. Вот сейчас 2018 год, с 2011 года картина эта липнет. Видите? Но больше не буду дотрагиваться. Поэтому я ее протру сухой тканью мягкой и помою раму. И покажу вам ее с обратной стороны, как она выглядит. Вот я сухой тканью просто смахну с нее пыль. Она чистенькая, потому что она не очень старая. Ей всего тут 7 лет. Хотя 7 лет тоже для картины не так уж и мало. Правда ж? 7 лет. Ну ничего, я вытру раму. Рама была изготовлена в багетной мастерской. Картина у меня была приобретена без рамы. Поэтому... Поэтому рама уже как бы современная. Но она тоже как бы деревянная. И, наверное, пластиковый рисунок нанесенный. Такая неплохая рама, да? Мне тоже нравится. Картина красивая. Так, теперь смотрим обратную сторону картины. Вы видите, что холст здесь тоже сделан. Холст тоже здесь ненатуральный. А ткань применяется матросная. Здесь, конечно, ткань вскрытая. Твердая, натянутая. Так вот сделана обратная сторона. Видите? Каждый автор делает по-своему. Это те холсты, которые не покупные. Которые люди изготавливают сами. Вот художники. Здесь только я на нее одела рамочку. Вот. Видите? Вот холсты. Твердые. В общем, ткань натянута. Ну, и эту сторону, конечно, просто влажной тряпочкой протираем от пыли и все. Я уже разместила видео одно. Мыла картину предыдущую. Уже получила дизлайк. За свою приборку. Кому-то не понравилось, как я это делаю. Ну, смысл всего этого – показать вам картину, чтобы вы посмотрели, из чего художники картины делают. Какие они применяют багеты. Какие они применяют подрамники. И холсты, на чем рисуют. Видите? Каждый рисует на том, на чем ему позволяет, может быть, финансовая сторона жизни. Может быть, на то время применялись такие материалы. Ну, как-то более доступные, может, они были. Вот. Ну, как я вижу, у ней нет укрепления. Она у меня висит на двух гвоздях. На двух креплениях. Ну, все. Чистенько. Вот такая у меня картина с вот таким интересным, с такой интересной ситуацией, что у ней вот этот вот нижний край, вот этот, уже 8, так, 7 лет прилипает. Видите? Так что, когда вы используете какие-то масла или новшества, или какие-то разбавители самодельные, там, составляете какие-то такие свои, в общем, в общем, при мудрости, то вот, возможно, и такой вариант. Видите? Не высыхание вообще. Вот что было, какое-то масло было использовано, какой-то растворитель, вот что это такое было, я не могу сказать, не знаю. Потому что картину, картину рисовала не я. И если бы вот, например, еще вот представьте, вот к такой ситуации невысыхающего масла, сейчас бы мы еще бы ее вскрыли лаком, естественно, тут бы все порвало бы, правда? Тут бы все было в трещинах. Ну, вот это вот не вскрыта картина. Ее, конечно, уход за ней более тяжелый. Это уже вы тряпочкой тут не потрете, как на тех картинах я терла, там лаковая поверхность, она, пожалуйста, три сколько хочешь. Ну, без фанатизма, конечно. Вот, здесь уже так не пройдет. Ну, здесь, здесь как-то вот нет, только вот кусочек, кусочек вот только вот этот. Вот видите, сразу, вот где сухо, где уже липнет. Вот такая у меня картина есть необычная. А с вами прощаюсь, до свидания, до следующих картин. Забыла показать, как выглядит эта картина. Она у меня висит в углу. Видите, вот тут у меня такой ряд картины. Это мой Эрмитаж, галереи мой. Вот эта картина. Она красиво смотрится. Здесь как раз она по размеру мне подходит. Видите? На этом все, до свидания.